Регби. Эта игра пришла в наш район не так давно и уже успела стать популярной среди молодежи. Много лет в ней не было четко установленных правил и каждый раз команды договаривались между собой об условиях спортивного состязания. На первенстве России по регби правила известны каждому участнику и тем сложнее игрокам завоевать победу. Мяч в форме дыни, а ворота без вратаря. Много лет в этой игре не было четко установленных правил и каждый раз команды договаривались между собой об условиях спортивного состязания. Сегодня после многих изменений и появления регламентации игры этот уличный вид спорта стал олимпийской дисциплиной. Возможно, он станет дорогой для спортивных побед наших земляков. Потому как в очередной раз первенство России по регби прошло именно в нашем районе. Торжественное открытие соревнований по регби состоялось в минувшую субботу на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Виктория». Участников первенства поприветствовал председатель районного совета Григорий Литовко. Славянский район – это территория спорта. Более 50% населения занимается на спортом. Мы вырастили чемпионов мира, чемпионов Европы, чемпионов Краснодарского края. Благодаря им достижениям у нас построены самые современные комплексы спортивные. Я желаю сегодня, чтобы ваша игра прошла в позитиве. Я думаю, победить сильнейшие. Всего вам доброго, больших вам спортивных достижений. Несмотря на то, что на этот раз славянцы не вошли в состав сборной Краснодарского края, было принято решение провести первенство России по регби именно в нашем районе. Потому как в Славянске-на-Кубани этот спорт имеет большие перспективы. Славянск – он район, тот район, где развивается детское регби. Есть тренера, которые работают, развивают детское регби. Плюс со Славянской есть ребята, которые играют, входят в сборную Краснодарского края. То есть регби развивается здесь. Регби – это контактный вид спорта, где важно чувствовать локоть напарника, как в прямом, так и в переносном смысле. Все участники соревнований уверены – регби – игра для сильных, не только телом, но и духом. Борьба на спортивном поле была действительно напряженная. Под проливным дождем играть гораздо сложнее, считают спортсмены. Погода шикарная, регбийная. Мы настроены только на победу. Да, погода сильно мешает, меньше будет скоростей, а динамика будет меньше. Хотелось бы лучше погоду, поле хорошее, условия тоже хорошие, всем нравятся. В первенстве России по регби столкнулись девять команд. Юноши, которые занимаются этим видом спорта не больше десяти лет. Но за это время успели полюбить спортивную игру и добиться в ней мастерства. Спортивные баталии длились на протяжении двух дней. Регбисты показали достойную игру. Победителям предстоит защищать честь нашей страны на мировом чемпионате. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, программа События.